С каждым годом все больше жителей начинает заниматься фермерством. Много лет в республике работают государственные программы поддержки. Сельчане получают гранты на покупку техники, развитие и строительство животноводческих ферм и многое другое. Наша съемочная группа познакомилась с одним из них. Валерий Анатольев родом из Чебоксарского района. В его семье все работали на земле. Отец был трактористом, мать трудилась на ферме. Получив землю в наследство, Валерий решил начать свое дело. В 2016 году он построил коровник на 50 голов. А в 2017 в рамках госпрограммы «Начинающий фермер» получил грант в размере около полутора миллионов рублей. Все они ушли на развитие. На этот грант мы купили пресс-подборщик, чтобы все насобирать. У меня пресс-подборщик был, ну старый был. У меня объем-то больше надо собирать. Чем быстрее соберешь, чем качественнее. А вдруг до торги пойдут, вот решили пресс-подборщик. Потом расширить хотели. Каков-то побольше, крученой никак. Взяли и доильный аппарат на этом грант. Опять поголовь его растет. Земли мало. Вот земли взяли на этом грант тоже. Сейчас в хозяйстве 24 коровы. Девять из них – дойные. Доильный аппарат ускоряет процесс сбора молока. Очень удобно есть. Сразу двух коров стоит. Обычно, когда ручной доешь, на одну корову где-то полчаса пройдет. Ну, 20 минут, полчаса. А с этим сразу двух коров где-то в минуту 7-8. Обязательное условие реализации гранта – найм работника. Сейчас в хозяйстве трудится один человек. В будущем году возьмут еще одного. И это вполне объяснимо. Растет поголовье скота, увеличивается объем работы. Сделать надо еще много, делится фермер. Установить в коровнике навозоудалитель, провести воду. Да и земли еще маловато. Его сердце, его душа действительно здесь. Это его дело. Он любит это дело. Буквально бывает такое, что спать ложится. Ой, у меня корова телится. Он все бросает, посреди ночи приходит сюда, смотрит. Правительство Чувашии оказывает финансовую поддержку и на развитие растениеводства. Селекционную работу, строительство и реконструкцию комплексов направлений немало. За последние два года грантовую поддержку начинающих фермеров у нас в районе получили пять человек. Буквально в этом году, в 2020 году, три человека получили грантовую поддержку начинающих фермеров. Вдвоем получили по направлению животноводства на развитие крупнорогатого скота в молочном направлении. И один человек получил по направлению растениеводства на выращивание клубники. В общей сложности 10 миллионов рублей. Несколько лет назад начали возрождаться сельские кооперативы. А с 2019 года заработала программа «Агростартап». За это время поголовье крупнорогатого скота фермеров, которые получили грант, увеличилось 11 раз. Рабочие места увеличилось практически 6 раз. В урочках фермеров за это время увеличилось практически 28 раз. И вот пашни, которые они используют, увеличилось практически более 9 раз. Таким образом, мы видим, что системная поддержка помогает развитию фермерской хозяйки. Было бы желание работать и развиваться. Ольга Алексеева, Дмитрий Салманов, Республика.